Диво, Диво Лавито. Ты не щас, ты не щас. Господи боже мой. Он знаете, он секси, он секси такой. И еще один аромат, действительно, который я должен вам рассказать. Но здесь такая фишка, внимание. По многочисленным просьбам сегодня я в этом видео расскажу вам про мои фавориты. Про мои фавориты это женские ароматы компании Avon. Вы очень много писали, очень много меня просили. И я решил это видео сделать. Меня зовут Алексей, всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду вам рассказывать исключительно только мои фавориты. Это не касается ни продаж, ни популярности этих ароматов. Это то, что сердцу моему легло. И начнем мы наш обзор с одной из последних новинок. Это аромат лимитированной коллекции ароматов Today, эликсиры любви. Вот, этот аромат называется Туркиш Роза. Туркиш я и роза называю. Вот. Ну пусть будет Туркиш Роза. Классные флакончики. Мне очень понравились, когда эти ароматы вышли. У меня глаз загорелся. Я их, естественно, все ароматы приобрел. Но меня ожидало большое разочарование. Почему-то эти ароматы не зашли у моих клиентов. Я не знаю почему, но, друзья, не все, что нравится нам, нравится нашим клиентам. Ну, что хочу сказать. Этот аромат, он по сегодняшний день один из моих фаворитов. Он мне очень нравится. В составе аромата идет дамская, дамская, хотел сказать, дамская роза. Дикая клубника. Аромат идет 30 миллилитров. Он стоит сейчас 6000 тенге. Ну, где-то 1000 рублей. Он, знаете, я... Все ароматы, которые мне нравятся, я говорю, секси аромат. Нет. Он меня... Вот этот аромат, он что-то во мне пробуждает. Какие-то воспоминания прошлого. Но он очень, он очень нежный. Но, опять, как я люблю говорить, он очень сексуальный. Я... Ну, клевый аромат. Мне он очень понравился. Я не знаю почему, он мне понравился моим клиентам. Я его... К сожалению, я, по-моему, всего лишь парочку, наверное, или три аромата продал. Вот. Но эти ароматы, они у нас вышли, по-моему, в двадцатом году. Вот. Видимо, год для них был тяжелый. Вот такой вот пробничек он у меня. Я его использую. А уже не первый раз. Вот. Я его брызгаю клиентам. И... Вот такой вот аромат, он у меня в фаворитах. Я его обожаю. Еще раз говорю, я не знаю почему. Ну, вот. Моим клиентам он не нравится. Но аромат клевый. Он классный. Ну, просто супер. Супер-пупер-мупер. Следующий аромат, который тоже у меня в фаворитах. Я его очень люблю. Он мне очень понравился. Но он уже по продажам более-менее лучше, нежели вот данный. Данный аромат. Просто дело в том, что этот аромат, он у нас... Я коробочки... Я дурень коробочки перепутал, когда готовился к выпуску. На самом деле... На самом деле, это аромат Summer White Bali. Вот. Я не знаю, как так получилось. Здесь у меня пурбланка. Вот. Ну, на самом деле, вот следующий мой фаворит. Это Summer White Bali. Мне он тоже очень нравится. В принципе, как и нравится вся линейка. Но я его выделяю больше всего. Почему? Этот аромат, он для меня тоже... Вот знаете... Я больше любитель, что женских, что мужских ароматов. Чтобы они все-таки были свежие. Но есть и сладкие фавориты. Он действительно, знаете, окутывает... Я не был на Бали, я был в Таиланде. И вы знаете, вот... Прямо тоже вот какие-то воспоминания. Не знаю, почему он меня к Таиланду прибивает. Ну, свежий. Свежий цветочно-фруктовый аромат. Шикарный. Просто шикарный. Я вот рекомендую. Ну, опять же, я вам говорю, это то, что нравится мне. Это вот не обязательно это нравится моим клиентам или вам. Вот. Это нравится лично мне. Поэтому вот рекомендую. Классный, классный просто аромат. Следующий аромат. Это мой... Я бы сказал, не то, что фаворит. Это... Это мой самый любимый аромат. Этот просто безумно. Я его обожаю, этот аромат. Этот аромат. И не могу открыть. Блин, ну чуть коробочки не порвал. Это аромат... Внимание, это аромат Персив Дью. Я считаю, что на сегодняшний день Персив Дью это, наверное, самый шикарный аромат в компании Avon. Это, безусловно, мой фаворит. Уже не первый год. Я его настолько сильно обожаю. Это... Это единственный, наверное, морской аромат в компании Avon. Семейство цитруса. Он клёвый. У него в составе идёт фрезия, дыня и сандал. Ой, вот знаете, вот даже сейчас, когда я открыл крышечку... Он... Он уже... Он уже... Его уже хорошо слышно. Ооооо... Всё. Ты начнёшь. Да. Надо поаккуратнее махать руками. Всё. Знаете, я здесь буду коротко и ясно говорить, что, друзья, дорогие дамы, девушки, женщины, попробуйте этот аромат хоть раз. Он... Он... Он у меня этот аромат... Ой... Он у меня один из самых даже продаваемых. Потому что я... Ну, ещё раз говорю. Я считаю, что это самый успешный, наверное, аромат в компании Avon, который резко, кардинально отличается от всех ароматов. Потому что он единственный и неповторимый цитрусовый аромат в компании. Так, у меня что-то не влазит они. Вот. Следующий аромат... Следующий аромат это у нас фруктово-цветочный аромат. Я его буквально, ну, знаете, полгодика как влюбился в этот аромат. Я его распробовал. Я его не буду открывать. Я вам покажу его в каталоге. Это вот такой вот аромат Viva Lavita. Очень клёвый, очень клёвый аромат. Он свеженький. У него идёт в составе... У него идёт в составе яблочко, мимоза и сандал. Сейчас я его нанесу. Чтобы... Ой, ну клёвый. Вот он... Тоже, знаете... Ох... Хорошо. Конечно, он больше чувствуется мимоза. Но яблоко... Всё, всё чувствуется. Он классный аромат, действительно. Мне его, знаете, клиенты подсказали. Лёш, а почему ты не рассматриваешь Viva Lavita как один из самых твоих любимых ароматов? Я говорю, я даже не знаю, как так получилось, а почему я его не рассматриваю. И тут вот я решил его более так подробнее распробовать, так скажем. И вы знаете, я влюбился. Я влюбился в этот аромат. И сегодня он у меня занимает тоже в моём сердце место. Поэтому тоже я рекомендую. Он тоже свеженький. Тут мы с вами переходим к сладким ароматам. Это восточно-цветочный аромат. Он у меня тоже уже давно в фаворитах. Я его тоже очень сильно обожаю. Я говорю, не только свежие ароматы. Это туалетная вода Far Away Rable. Ещё, знаете, в 2020 году у меня были колоссальные, в принципе, довольно хорошие продажи у этого аромата. Но сейчас появляется очень много новинок, на которые я уделяю тоже своё драгоценное время. И, естественно, этот аромат у меня ушёл немножечко в тень. Но те люди, которые в этот аромат влюбились, они его по сегодняшний день заказывают. Вот такая вот красота. У него клёвый дизайн. Пробник – это пробник для того, чтобы его не качать. Вот, на самом деле. И хочу сказать, что аромат сладенький. Аромат сладенький. Но, но он не приторно-сладкий. Он не приторно-сладкий. Ой! У него, знаете, он такой, как я люблю говорить, у него такая нотка весёлая. Ну, прям радость поднимает настроение. У меня аж прям слюни побежали, не знаю почему. Вот такой вот замечательный сладенький аромат тоже. Мне он очень нравится. Вот это вот все ароматы… Нет, подождите, это ещё не все ароматы. Ещё не все ароматы у меня ещё есть. Я просто хотел выделить ценовую категорию, но, видимо, не поторопился это сделать. Следующий аромат, который мне тоже нравится. Он у меня о фаворитах. Но сейчас, я так понимаю, что его уже в каталоге, к сожалению, больше нет уже давно. Но у меня ещё есть небольшие маленькие запасы, я не знаю. Вот. Этот аромат почему-то у нас в компании, ну, по крайней мере, среди моих клиентов этот аромат не зашёл. Может быть, он слишком дорогой или, может быть, он слишком маленький. Этот аромат, получается, у нас идёт 15 миллилитров. Это аромат капельный. Чтобы вы понимали, здесь у нас идёт вот кнопочка. Мы нажимаем, выходит капелька и наносим этот аромат на себя. Их вышло в линеечке два аромата. Вот этот, который я сейчас держу, это Today. И вышел аромат Attraction. Вот аромат Attraction, он очень сладкий. Он приторный, я бы сказал, сладкий. Но этот аромат Today, в отличие от своего предшественника Today, он, знаете, он секси. Он секси, такой нежный, клёвый прям аромат. Я его подарил, когда он вышел сразу своей маме. Мама уже флакончик использовала. Вот, возможно, ещё один подарю ей. У неё тоже скоро день рождения, как и у меня, ровно через месяц. Вот. И не знаю почему, но этот аромат тоже у меня сейчас до сих пор. До сих пор в моём сердце один из моих любимых фаворитов. Друзья, ну и что, последний аромат. Развязка интриги. Я ещё хочу сказать, что ароматов в компании очень много. В принципе, мне ароматы многие нравятся в компании, потому что работаю уже давно. И есть такое чувство привычки, наверное, к ароматам. Но эти, это моя любовь. Это, действительно, мои фавориты на сегодняшний день. Весна 2021 года, это то, что я бы вам посоветовал. И ещё один аромат, действительно, который я должен вам рассказать. Но здесь такая фишка. Внимание! Этот аромат не совсем женский. Этот аромат унисекс. Это, да, друзья, это первые ароматы в компании Avon Attraction. Attraction One, это у нас идёт Fresh. Тоже свеженький аромат. Аромат, ещё раз говорю, унисекс. Поэтому, поэтому я его смело могу отнести и к женскому аромату. Вот. Этот аромат... Этим ароматом я лично пользуюсь. Пользуюсь уже больше полугода. Один флакончик у меня закончился. Кстати, вот, пожалуйста, мне на полгода хватило одного флакончика. Сейчас у меня второй флакончик. И он мне тоже, этот аромат очень нравится. Но он тоже не зашёл. Не зашёл среди моих клиентов. Я делал ставку на этот аромат. Думал, что у меня попрут продажи. Но, к сожалению, единицы. У меня заказали друзья. И очень многие, извините, плюнули. Сказали ужасный аромат. Но дело в чём? Дело в том, что этот аромат при использовании... То есть, когда я его на себя наношу, он очень... Ну, честно сказать, давайте честно говорить. Он отвратительно пахнет. Он отвратительно пахнет. Он очень резкий. Такой резкий, тяжёлый запах. Ну, это буквально считанные секунды. Он потом превращается и открывается в нежный, лёгкий, свеженький аромат. После него, ну, я бы сказал, шикарнейший шлейф остаётся на одежде, на теле. Поэтому как-то так. Аромат, ещё раз говорю, это унисекс. Он хорошо подходит, идеально подходит как мужчине, так и женщине. Поэтому он у меня в женских фаворитах. Вот так вот. Я его рекомендую. Продолжаю его рекомендовать своим друзьям и знакомым. Ну что, быстренько подведём итоги. Я вас сегодня познакомил с фаворитами. С женскими ароматами компании Avon. Которые мне сегодня... Вот на сегодняшний день они мне нравятся. Я их усиленно продвигаю. Теперь немножечко о денюжках. Самый дешёвый аромат бюджетный. Это линеечка Summer White. Аромат Бали. Прям-прям я его очень-очень люблю. Самые дорогие, самые дорогие ароматы. Это, конечно, у нас аромат Today. Как капельный, так и вот этот аромат. Если вот этот аромат стоит 8000. Ну, это где-то полторы тысячи рублей. Этот стоит 6000 тенге. Тысяча рублей, да. И вот этот стоит тоже где-то 6000 тенге. Тоже где-то тысячи рублей. Это самые дорогие ароматы. Ну, и средняя такая ценовая политика. Это у нас Persever Dew. Сейчас на момент съёмки он стоит 3500 тенге. Это у нас тоже где-то получается 600-700 рублей, да. Также Viva Lavita тоже 3500 тенге стоит. И Far Away Rable Diva. Diva Lavita. Ха-ха-ха-ха. Господи боже мой. Да, вот такое тоже, друзья, бывает. Заметили вы или не заметили, но я ещё один аромат перепутал с коробочкой. У меня ЧП. Два. Два аромата я уже перепутал. Не буду. Я не буду переснимать этот обзор, потому что все обзоры абсолютно я делаю. С первого дубля. Ну, накосячил, значит, накосячил. Друзья, что случилось? Я сейчас увидел, что я накосячил. На самом деле, на самом деле, я безумно обожаю аромат Far Away Rable. Но у меня в этом коробочке лежал аромат этой же линейки только с приставкой Diva. Вот так диво. Вот так удивило. Нет, да, хочу сказать, что этот аромат действительно тоже клёвый, он тоже мне нравится. Но давайте будем говорить так, что у меня два любимых аромата этой линейки. Это Rable и Rable Diva. Поэтому рекомендую. 3500 тенге этот аромат стоит сейчас в действующее время. Друзья мои, ну вот, в принципе, вот такой вот у нас получился обзор. Вот такие вот мои любимые ароматы. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я очень люблю читать ваши отзывы. Совпадает ли у нас с вами любовь? Совпадает ли у нас с вами привязанность к ароматам? Нашли ли вы здесь в моем обзоре аромат, который вам нравится? Ну, может быть, я для кого-то сегодня буду как путеводная звезда, как маяк в огромном океане, и вы попробуете именно какой-то из этих ароматов. Я уверяю, что какой бы вы аромат не взяли, вы только должны для себя сделать выбор, нужен ли вам аромат сладкий или нужен все-таки аромат посвежее. Я уверен, что этот обзор и вот эти вот мои фаворитики помогут вам сделать правильный выбор. На этом у меня все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»